В эфире ежедневный мониторинг происшествий программа «Время Че» в студии Марина Лиханова. Здравствуйте! На дне. 18 апреля пресс-служба Забайкал-Пошспаса сообщила о страшной находке на дне колодца теплотрассы в поселке КСК. С помощью веревок спасатели вытащили на поверхность труп мужчины, который пролежал там около месяца. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством. Никаких документов и личных вещей при нем не было. В настоящее время устанавливается личность гражданина, а также возможные обстоятельства его смерти. Инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. К суровому забайкальскому лету готовиться следует заблаговременно. Уверены в этом и троица дачных воров. К предстоящему потеплению в их арсенале уже 4 велосипеда, домкрат, газонокосилка, рыболовный сачок и для разнообразия предметы мебели. Вот только воспользоваться наворованным этим летом злоумышленникам не удастся. Сейчас их настоящая изолятор временного содержания. Полицейские их задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Низко, подло и очень жестоко. До последнего слова судьи житель Акшинского района отпирался и не хотел признавать свои вины. Молодой человек обманным путем втерся в доверие к пенсионерке, напросился к ней на чай, а потом и вовсе, оставшись наедине, изнасиловал пожилую женщину. Жертва предупредила, что обязательно заявит в полицию, тогда насильник принялся жестоко избивать ее. От полученных травм пенсионерка скончалась у себя дома, так и не сумев вызвать скорую. В итоге суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беглянки найдены. Школьницы Кристина Комогорцева и Маргарита Лоскутникова ушли из родного Нерчинска еще 9 апреля. Оказалось, что тем же днем подростки на маршрутке добрались до Читы. Сегодня утром стражи порядка приметили беглянок на вокзале. Сейчас девочки ждут прибытия родственников и воспитателей детского дома в Читу. Полицейским же предстоит выяснить причины бегства школьниц. Нашелся и еще один пропавший мальчик из соседнего Болея. Десятилетний ребенок ушел из дома 16 апреля. В поисках ребенка стражи порядка прочесали каждый уголок города, провели заброшенные дома, карьеры, опросили родственников. Поиски оправдались уже в воскресенье днем. Все это время мальчик находился у родственников со стороны матери. Семья с ними уже давно не общается, поскольку мама ребенка лишена родительских прав и живет в Оловянинском районе. С семьей школьника сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что ребенок ранее не сбегал из дома. И в завершении выпуска штормовое предупреждение объявлено по краю на 20 и 21 апреля. Ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Поэтому по возможности оставайтесь дома. И напоминаем, если вы столкнулись с проблемой, стали свидетелем преступления, драки или ДТП, снимайте все на свой мобильный телефон или экшн-камеру. Приносите или отправляйте в нашу редакцию и получайте гонорар от первого независимого. Телефон редакции прежний 415107. На сегодня это все. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова